Добрый вечер, меня зовут Андрей Бубукин, я ведущий программы Ужин для чемпионов, бизнес-тренер-коуч. Спонсор нашей программы – компания АБ-тренинг, эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abetraining.ru, телефон в Москве, 784-5862, с кодом 985. Наша программа называется Ужин для чемпионов. Чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек. Человек, который реализовал свою мечту. Представляю нашего чемпиона, или вернее чемпионку. Это народная артистка Российской Федерации, художественный руководитель и главный режиссер театра «Модерн» Светлана Врагова. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер. И тема нашей программы – успешная женщина. Светлана, а как вы считаете, успех вообще разделяется по гендерному признаку или нет? Нет. Нет, не разделяется. Именно этого добивают сегодня все женщины мира. Это говорят и в Ордании, и в Афганистане. Афганистане, я член Международного женского форума, где такие успешные женщины. Вообще 21 век – век женщин. Скажите, пожалуйста, а есть ли вообще какие-то различия между успешной женщиной, успешным мужчиной? В чем эти различия? Если они есть, конечно. Они страдают одинаково. Потому что мы говорим «успех», подразумеваем счастье. А успех подразумевает очень большие страдания. Уважаемые слушатели, наверняка в вашей жизни были какие-то случаи, похожие на то, что происходило в жизни Светланы. Я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 6510-996, ход города 495, задавать свои вопросы нашей гости и делиться своим опытом. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. Светлана, перед нашей встречей я знакомился с вашим жизненным путем. Он меня крайне заинтересовал. Вокруг вас существует большое количество различных легенд, историй, сплетен. Да, кошмаров. Скажу вам часто, легенды, истории, тем более сплетни, меня мало интересуют. Для меня важно поговорить с вами как с живым человеком. И поговорить с вами как с человеком, который добился в своей жизни успеха. Спасибо. А наших слушателей может интересовать то, что необходимо делать, какими чертами характера обладать, чтобы добиться успеха. И в данном случае вы можете стать для них в определенной степени примером или даже, если хотите, учителем. Я общался со многими женщинами, которые считали себя успешными в жизни. Например, с французской певицей Патрисией Касс, ректором Московской Академии предпринимательства, доктором экономических наук, профессором Светланой Ивановной Королевой. Основательница Международного Рексоновского Университета Коученко, доктором психологии Мерлина Аткинсона из Канады. И каждая из них слово «успех» трактовала по-своему. А что для вас значит это слово? Успех? Да. Знаете, однажды я слышала такое изречение «счастье – это когда получается», не тогда, когда получилось. То есть процесс. Процесс. Да, потому что мы успеха-то не понимаем. И даже не понимаем, успех это или нет. И когда все говорят «успех», а ты видишь огромное количество ошибок для себя в том спектакле или фильме, или даже в собственном выступлении. Вот тебе говорят «браво», а ты говоришь «нет, я вот здесь не так». Что-то я вот не так. Потому что недовольство собой – это спутница успеха, если он развивается. А если человек говорит «я успешный», «я замечательный», это уже человек, остановившийся и мёртвый. И потом успех – это, как вам сказать, вот помните замечательная новелла из Андрея Рублёва «Как отливали колокол». Да, да, конечно. Вот это тот самый процесс, когда ты не знаешь, зазвенит он или не зазвенит этот колокол. Потому что рецептов нет как таковых. Вот есть одно. Есть какая-то идея, какой-то замысел, картинка этого замысла и энергия, которая сопровождает тебя постоянно. То есть прилив какой-то космической энергетики, энергетический какой-то взрыв, понимаете? Это период. Это не значит всегда, иначе ты сойдёшь с ума. Да, извините, я вас перебью. Для меня важно прояснить одну вещь. Вот то, что вы сейчас озвучиваете для меня лично, больше похоже на состояние поток или вдохновение, да, или вот состояние бытия в таком… В состоянии внутренней энергетики. Ты совершенно выпадаешь из обычного процесса жизни. Это обязательное условие успеха. Ты не можешь быть в семье ровным, заботливым. Матерью, там, я не знаю, женой, сестрой, дочерью. Ты делаешься монстром в эту минуту, потому что ты абсолютно направлен на то, чего, так, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Но идея у тебя есть, цель у тебя есть. Ты хочешь создать, там, скажем, материализовать Серебряный век, как модерн, который никто не знает, что это такое, понимаете? И тогда ты открываешь огромное количество книг, ездишь, там, по музеям Прада, Лувра, там, Арсе, Оранжри, там, масса всяких выставок смотришь, Антимунг. Набираешь, 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 набираешь некий ВОЗ и маленькую тележку и начинаешь свой путь. И дальше к этому присоединяется целая команда. У меня, я сейчас говорю, актеров, у других, там, я не знаю, бизнес, там, какое-то сообщество, которые хотят сделать где-то прорыв, как там в Яблоке вот этот самый. Или Форд, который выстроил автомобиль, сделал автомобиль на коленках со своей женой Кларой, не знал вообще, что это будет. И так далее. Это езда в незнаемое. И вот эта езда в незнаемое, потом все начинает складываться. И когда, в общем, конечный итог прогона или репетиции идет, ты поймешь, сейчас пойдешь и повесишься и ляжешь в больницу, потому что тебе не нравится ровным счетом все. Значит, тебя держат за руки, говорят, все хорошо. Я говорю, что я ложусь в больницу, у меня ничего не получается. Потом ты берешься за Библию, читаешь псалмы, потом ты понимаешь, что надо выправлять. В общем, абсолютно сумасшедший период твоей жизни, где идет сжигание себя. И потом вдруг, как в том оркестре Феллини, в самом конце, вдруг он начинает от оркестра звучать. А ты еще не понимаешь, хорошо это или плохо. Потому что есть зрительный зал, и ты не знаешь, что это будет. Тебе не нравится или... И только потом, когда все идет, вдруг начинается взлет. И до конца все равно, как сказал Ролан Быков, кино или театр – это кладбище замыслов. Вот это кладбище замыслов, понимаете, ваших, все равно до конца не покидает вас. И только когда это уходит в легенду и уходит со сцены, ты понимаешь, что это был успех. Вот вы, когда говорили, вы сказали о двух важных вещах. Первое – я нахожусь в таком состоянии, когда я такая. И с другой стороны, вы произнесли такое слово, как зрительный зал. Вот так успех – это все-таки в большей степени внутреннее состояние ощущения? Или это все-таки больше ориентировано, социально ориентировано, то есть ориентировано на людей? Все-таки это признание зрительного зала, признание публики? Вот понимаете, какое тут очень интересное двоякое состояние. Работать на зал я не люблю и не умею. Но быть его представителем, полномочным зрительного зала я обязана. Потому что кино может через три года кому-то понравиться, а спектакль может не пойти, он никогда не возникнет. Он рождается здесь сегодня и каждый раз. Поэтому, будучи полномочным представителем зрительного зала, я все-таки, хотите, не хотите, предполагаю, что мои мысли не кувыркания и не фастфуд, как сказал наш Владимир Владимирович, их, так сказать, кольнет, а что-то важное я могу сказать свое, и они это поймут. И как только я слышу отклик на то пережитое, проплаканное, промученное, и они тоже обливаются слезами над замыслом вместе со мной, тогда я понимаю, что мы договорились. То есть успех, если я правильно понял, это ваше внутреннее состояние с одной стороны и обратная связь публики с другой. Обязательно, без обратной связи вообще нет художника. Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях режиссер Светлана Врагова, и я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6, код города 495, задавать свои вопросы. Может быть, то, о чем говорит Светлана, близко вам, и вы готовы поделиться своими ощущениями, своим мнением, пожалуйста. Светлана, мы с вами начали говорить о театре. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Как вы пришли в режиссуру? О, это смешно. Я не собиралась никем быть режиссером, хотел быть артисткой, и это было чрезвычайно важно для меня. И это, кстати, очень сильно мне помогает сейчас. Случай, абсолютно случай. Я ехала в троллейбусе с своим другом. Он сказал, ты знаешь, я на режиссуре учусь. Мы встретились в троллейбусе, и нам нужны девочки, чтобы поиграть на курсе. Поедем, ты же хорошая артистка. Я говорю, да не поеду, я, так сказать, замуж вышла только что. Ну, поехали. Я поехала. Я поставила авоську с мясом внизу, а навстречу идет Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф, которая педагога была при Юрии Александровиче Завадском. И она мне, говорят, сказала, пошли. И я пошла на второй курс режиссерского факультета. И я, видите, получила, что все в моей жизни абсолютный случай. Другое дело, что я хотела быть актрисой, что мне страшно нравилось. Я по режиссеру не думала, потому что мне казалось, режиссер – это тот, кто не может быть артистом. А для меня это была вторая профессия, не лучшая, а такая вторичная. Но я читал в вашей биографии, что у вас были артистические роли тоже. Только. И пение, и это, и вообще самое главное, я всю жизнь хотела быть актрисой. Но поскольку режиссура уже была старенькая, и Георгия Александровича было много лет, а у Анатолия Васильевича была Яковлева, а Ефремов тоже уже, так сказать, у него свой тят, податься было некуда. Ну и вот так как... А потом Юрия Александровича и Ирина Сергеевна, меня эта профессия на самом деле увлекла. И мне Юрия Александровича сказала, Света, ты всегда можешь играть, а вот режиссура, ты можешь ею быть. Они в меня поверили, я стала осваивать эту сложнейшую профессию. Но научилась конструировать, научилась понимать, что такое пространство. Это период обучения, у нас гениальные были педагоги. И вдруг у меня начало получаться, независимо ни от чего, понимаете. Вот стало получаться, а потом меня поддержал Алексей Владимирович Бородин, который теперь у нас, знаете, знаменитый режиссёр в молодёжном театре. Он был тогда в Кирове, пригласил меня на первую постановку. И с его подачи я стала режиссёром. Он дал мне возможность без вмешательства поставить спектакль и поддержал меня. Скажите, пожалуйста, а чем вас привлекает профессия режиссёр? Что вас мотивирует? Вы знаете, режиссёр, меня привлекает эта профессия, потому что можно, можно исповедоваться, можно свои сны реализовать. и всегда это разговор о себе. Я разговариваю всегда о себе. То, что я понимаю. Никогда не... Даже, ну там, вдруг, конечно, я ставлю Анида Андреева, но я разговариваю всегда о себе. То, что я понимаю. Тут очень интересно со дна души своей доставать то, чего никому не расскажешь. Я человек закрытый в личной жизни. Но уж как можно рассказать при большом зале обо всём этом? Понимаете? Рассказать о чём-то, о своих несчастьях, о своих комплексах, о своей неуверенности в себе, о мироздании, которое враждебно человеку, о страхах. Светлана, вы работаете, в общем, с элитой нашего российского театра, и не только театра, но и кинематографа, я имею в виду актёров. А с какими сложностями сталкивается успешная женщина-режиссёр в своей профессии? Ну, с очень большими. Дело в том, что прежде всего актёрское сообщество, это ведь сообщество людей непокорных, это как, знаете, необъезженные жеребцы молодёжь. Это дикие лошади, дикие львы, тигры, орлы и куропатки. Знаете, вот это всё, так сказать, странное, как сказал Тарковский, артист, это не человек, это всё. Вот с этим всем мне приходится сталкиваться. И, конечно, кому-то надо говорить. Вот сегодня я сижу на репетиции, девочка играет, и чувствует, вот чего-то она, и я говорила, ей говорила, показывала всё, потом говорю, слушай, ну ты дыши, ты дыши, ты же когда говоришь, ты задыхай, ты не дышишь, ну дыши. Она говорит, я говорю, дыши. Она опять говорит, и когда закончилась, она говорит, у неё здорово получилось. Она говорит, слушайте, меня прям вся горю, как здорово. Я говорю, ты не дышала, когда играла. Как мне это в голову пришло? Понимаете, много говоришь, как надеть, дыши, и всё. А, например, когда сталкиваешься с корифеями, с Ельдином, с Золотухиным, с Аленой Яковлевым, с Юрой Васильевым, там просто мезосценные ресницы, я только пошепчу им, и всё. Мы друг друга понимаем, просто можно сказать, как кот понимает кота. То есть даже говорить не надо? Не надо. Они и так воспринимают. Я выстраиваю определённого рода сложную конструкцию внутреннюю и внешнюю, и они в неё вписываются. Я немножко пошепчу, как в неё вписаться, чтобы, так сказать, ей соответствовать. И ничего не надо больше. Понятно. Смотрите, я по своей основной профессии бизнес-тренер и коуч. И своей задачей, считаю, помогать людям ещё лучше делать своё дело. А вот вы, кроме своего основного образования, театрального образования, образования режиссёра, проходили какие-либо тренинги, или вы формировали свою личность сами. Может быть, за рубеж ездили, я не знаю. Тренинги, я вам хочу сказать, что да, определённые... Нет, я вообще сама себя тренирую. Я должна сказать, у меня, да, психотренинг, это мой. Я сама себе даю команды, как надо стоять, как надо держаться, как надо говорить, как надо поворачиваться. Или говорю себе, молчи, сейчас не твоё время. Или какие-то вещи. То есть считываю информацию, как все женщины, интуитивно. Внутренний голос. Да. И очень себя сделала. И кроме того, ведь как мы делаем? Мы же все обезьянки, мы же подражатели, все люди маме подражают, папе подражают. А я подражала всю жизнь замечательной женщине, педагогу Ирине Сергеевне Анисимову Вульф, которая замечательный режиссёр в Театре Моссовета была, и жена была Завадского, и была его правой рукой. Не только она была женой Завадского, но она тоже была женой Завадского. Но она его подруга. И она для меня абсолютная, стопроцентная то, что должно быть в женщине-режиссёре. И не встретить её я на своём пути, я не была бы режиссёром. То есть она была вашей наставницей? Она меня и сейчас ведёт. Она умерла, она была не то, что наставник. Она сидела и ничего не говорила. И на меня иногда почти не смотрела в мою сторону, если я была неудачна. Но она меня выравнивала точно. И всё лишнее отпадало. То есть учитель с большой буквы? Феноменальная женщина. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что есть внутренний голос, который вас ведёт. Да. У меня такой вопрос. А вы не прислушивались? Это ваш голос или это голос вашего наставника? Это не мой и не наставника. А чей это голос? Не знаю. Я должна сказать... Какой он? Иногда шёпот. Такой шепчет. Например, был спектакль, где у меня третяк не получался, счастливое событие. Никак не получался. И вдруг я слышу толстый, толстый, толстый. Я понимаю, что персонажи, которые были, они должны измениться в весе. И они должны выйти толстыми. И больше ничего. И мы придумали толщинки, там вытащили их толстыми, и пошёл третий акт. Вот такие вещи есть. Это программа «Ужин для чемпионов» на Финам-ФМ. Мы вернёмся в студию после небольшой рекламной паузы. Итак, мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. Мой гость, режиссёр, художественный руководитель театра «Модерн», народная артистка Российской Федерации Светлана Врагова. Мы обсуждаем тему «Успешная женщина». Если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, если вас это интересует, если вас интересует, как это сделать, или какой надо быть, или каким надо быть, задавайте ваши вопросы нашему гостю. Мы в прямом эфире. Наш эфирный телефон 651099,6, код города 495. Это можно также сделать на сайте по адресу www.finam.fm прямо сейчас. Светлана, мы говорили с вами о таком важном элементе успеха, как опыт. Расскажите, пожалуйста, о самом ярком моменте, самом позитивном опыте, который у вас когда-либо был. Ну, это, наверное, прежде всего, репетиции первого спектакля моего театра, который назывался Театром Спектакловской, дорогая Елена Сергеевна. Это тогда, когда он был запрещен, когда мы открывали театр и тут же могли его закрыть. И позитивный опыт заключался в том, что собралось, я отобрала пять человек, только пять, молодых людей, у которых совершенно была уникальная человеческая какая-то порода. Понимаете? И пять из восемнадцати. И вот такого счастья от встречи с ними, такое единение, такая любовь, которая нас посетила, и такая самоотдача. Знаете, вот как Высоцкий говорит, весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидишь. Вот это вот, когда мы шли в связке, и шел камнепад, и потом вышли, на выходе получился знаменитый спектакль «Дорогая Лена Сергеевна», он был мирового, я получила премию американцев вот только что за вклад в мировую культуру, потому что мы там, они помнили этот спектакль, и отзыв, и предчувствие того, что кончается время учителя, и начинается страшный хаос, это был восемнадцать восьмой год, двадцатый, двадцать первый век, что имя учителя будет уничтожено, наступит что-то страшное, мы это пророчили, и когда мы играли это в Америке, Америка вся, педагогический состав специально собрал симпозиум, чтобы меня встретить, и мы говорили о будущем того, что ждет школу в мировом смысле, и потом начали стрелять в учеников, в учителей, когда уже был, мы предугадали вот этот страшный заступ, понимаете, который сегодня произошел, то есть уничтожен учитель, и сейчас то, что мы видели в храме, это продолжение, дорогой Елена Сергеевна, это только продолжение, и это было, конечно, позитивный опыт того, что мы сумели предугадать, предотвратить нет, а предугадать да. Светлана, у нас есть вопрос с сайта, вы родились в Армении, вы бываете там, есть ли разница между культурой России и Армении, вопрос задала Анжела. Я только что приехала из Армении так давно, мы честовали там 75-летие замечательного режиссера русского театра имени Станиславского Григориана Александра. Вы знаете, я родилась в Армении, и в ней очень долго не была, но когда я туда приехала, это был второй раз, то у меня такое ощущение, что небо, оно прям лежит на голове, что лучше страны нет на свете, и лучше помидоров армянских нет на свете. И когда мне говорят, что он приземлений, я говорю, ереванские помидоры и воздух, и всё это моё, это моя родина. Я это ощутила остро. Я там училась немножко в школе, родилась там, потом уехала в Москву, мама русская, потом снова уехала в Армию, и, в общем, где-то в шестом классе меня оттуда привезли, уже больше нет. И вот я, когда туда приехала, я поняла, и музыка, и всё это, и я получаю, что я, конечно, оттуда. То есть какое-то такое внутреннее вдохновение, да? Это моя родина, понимаете, мне там хорошо. Колыбель. Как будто, знаете, маленький ребёнок потерял маму, потом её нашёл, она его отмыла, положила в постельку и спела ему колыбельную песню. Вот такая для меня Армения. Светлана, вторая часть вопроса была, есть ли разница в культурах? Какая разница между культурой и илленией? Разница в культурах, ну, поскольку обе страны христианские, хотя там католической, в храме, конечно, есть немножко другое. Там, в Ичмяцзине, когда я каждый раз езжу туда, в горы, то там всё-таки ближе к католицизму, хотя это крестьяне. Они там ходят в этих чёрных таких сутанах, они молодые люди, сидят на лавочке, не так, как у нас там, это только такая вот стоит очередь. Нет, они сидят, он читает им мастер-класс, лекции, он говорит, а вот у меня так, а вот у меня так. Понимаете, вот они сидят на лавочках, а он с ними разговаривает, со всей, как вот вы, предположим, вели бы мастер-класс. Вот такая вот разница. А культура, конечно, разница в культурах, потому что, как вам сказать, у русских свой менталитет, в Армении там большое горе, вот этот геноцид, там древнейшая культура, древнейшая, она древнее, чем, конечно, русская намного, и она, как вам сказать, обычаи, армянские танцы, хлебосолье, какое-то такое, какая-то немыслимая культура каменотесов и ковки. Да, кресты вот эти красивые. Какая ковка там? Я никогда не видела такие кованые скамейки, и на них гранаты висят. Другая культура, конечно. Другая, потому что армяне на этих камнях выстроили рай, понимаете? Ну, мне это тоже хорошо знакомо, потому что у меня жена армянка. Ну вот, вот. Да, Светлана, у нас еще есть один вопрос с сайта. Петр спрашивает, если бы вы не стали актрисой, в какую профессию вы бы пошли? Может, есть какая-то мечта? А, сейчас? Да, да. Вот правда не скажу. Могу сказать только так. То есть, первая любовь, это режиссура и последняя любовь, да? Нет, ничуть. На сегодняшний день, если бы вот я была, сейчас начинала, да, я бы никогда не пошла в сегодняшнее сообщество, культурное сообщество. Это интересно. Я вам говорю совершенно точно, потому что оно перестало быть аристократичным. В нем мне лично трудно, потому что уровень культуры настолько упал. И новая драматургия, она не вампилов, не то, что было тогда, не Петрушевская, она не Садур даже, Садур позже, она не Розов, не Володин. И я бы не стала ставить эти... Мне бы показалось, что для меня это слишком... Я могу без этого обойтись. Я бы сейчас, если была бы молодая, меня бы это не увлекло. Нет. Я бы пошла в МГИМО по стопам своего отца, у меня очень хорошо шла журналистика, это вообще я, в общем, по природе филолог. Или, может быть, врачом стала бы хирургом. Но сегодня, знаете, есть такое мнение, что профессия журналиста в классическом виде, в котором она существовала, она, в общем, умирает. А я бы международником стала. А, то есть вы бы работали как... Не с лентами редакционных агентов, да? Нет, нет, нет. Я была бы, может быть, журналист-международник. Понятно. То есть обозреватель. Типа человек, который делает прогнозы, вот как я в режиссуре, понимаете? Аналитик. Да, аналитик. Светлана, я хочу вам напомнить, что наша тема – это успешный человек. И у успешного человека есть, ну, какие-то качества, да? Вот я прошу вас вспомнить трёх человек, которых вы глубоко уважаете. И назовите, пожалуйста, по одному качеству каждого из них, которым вы восхищаетесь. Вы уже назвали вашего учителя? Да, да, назвала он. Ну, вообще-то мой учитель Завадский. И я восхищаюсь тоже, кроме Ирины Сергеевны. Юрий Александрович Завадский был, ну, если сейчас нет аристократии, как вы понимаете, вообще всё перешло в какой-то такой стёб немыслимый и такие зубоскальства, понимаете? А вот он, тогда тоже ведь, понимаете, когда пришли рабочие крестьяне к власти, всё-таки всё равно, тем не менее, удерживался уровень культуры. Юрий Александрович умел разговаривать на всех уровнях со всеми. То есть одно качество, это уметь разговаривать, да? Дипломатия. Дипломатия. Колоссальное качество, которого мне очень сильно не хватает в жизни. Вот он был дипломатом. Находить общий язык с разными людьми, да? Но он был дипломатом не только потому, что он ещё выручал Анатолий Васильевич Ефрос и спасал людей благодаря своей дипломатичности. Понимаете? Вот это очень важное качество. Первое. Это Юрий Александрович. Олег Николаевич Ефремов. Это вообще мой кумир по степени, во-первых, таланта и по степени харизмы, вождизма и необыкновенной любви к актёру. И бесстрашия. Таким, как... Он не был... Он не гнул спину ни перед кем. Понимаете? И он умел так убедить людей, что они к нему проникались определённым обаянием. Потому что обаяние героизма, героики, не агрессивные, не чацкие, не то, что он там вон из Москвы ничего похожего. Он должен был строить свой театр. И ему это удалось в силу невероятной смелости и убедительности и, конечно, уникальной талантливости. Это второй человек, перед кем я преклоняюсь. Ну и третий человек, перед кем я преклоняюсь, это моя свекровь, царствие небесное, Матрёна Миронна, старшая сестра Петра Мироновича Машерова, у которой было четыре класса образования. Такого ума, такта и интеллекта природного и доброты я никогда не видела. Если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, если вас интересует, как это сделать, мы приглашаем вас позвонить в эфир прямо сейчас. Наш эфирный телефон 651099.6, код города 495. Вы можете также задавать ваши вопросы на нашем сайте www.finam.fm прямо сейчас. И у нас, кстати, еще один вопрос с сайта. Я знаю, что вас приглашали в университет США читать лекции о театре. Расскажите об этом опыте. Что вам это дало? Ну, как вам сказать? Это мне дало понять, чем отличается наша аудитория студентов от американской аудитории, чем отличаются наши потребности и их потребности. Я скажу. Отличаются тем, прежде всего, мне кажется, что они удивительные трудоголики. Их интересует все. Если уже они пошли в университет, то они не будут бить баклуши. Или они оттуда уйдут, или они будут выжимать из тебя все. Качество и количество вопросов, которые я получала, я породилась. Их любознательность была немыслимой. А работоспособность, когда я давала им задания, была просто уникальна. Понимаете, это первое. Второе, мне кажется, что они больше разбираются в социальных вопросах. Они умнее нас в том смысле, что они мне, например, сказали, когда я им сказала, вот, там, сейчас вот уже у нас кончается наша эпоха, я не знаю, чем это кончится, скоро мы там перейдем в другое время. И мне одна девочка сказала, вы знаете, вы будете очень долго жалеть об этом. У вас великолепная социальная защита, какой у нас нет. Смотрите. И она была права. Светлана, скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, успешный человек, он лидер? Да, конечно, безусловно. А расскажите, пожалуйста, о сложном эпизоде в вашей жизни, когда вы смогли взять на себя лидерскую роль в команде. Лидерскую роль в команде. Вы же работаете в команде. Да, взять это. А вы знаете, что человек рождается либо лидером, либо ведомым, уже доказано. Белым листом бумаги он никогда не рождается. Это лекции профессора Симонова, отца Евгения Симонова, знаменитый, знаменитый психолог. Он читал у нас лекции в университете, в институте, в Китсе тогда. И вот я родилась лидером, я никогда не была ведомой. И лидерские качества, они не развиваются, они есть. И всё. И поэтому, когда... Лидер, ты не потому, что ты говоришь вперёд с камнями там на подруг. А лидерские качества, когда ты знаешь, что я сейчас сделаю, и всем будет хорошо. И только для того, чтобы всем было нам хорошо, и мы могли бы это сделать, нужно сделать то-то, то-то и то-то. И если тебе верят, если, так сказать, ты можешь их убедить, и у тебя это получается, и если ты достаточно подготовлен, и ты, если они, предположим, занимаются 6 часов в день, то ты занимаешься 36 часов в день. У тебя нет времени ни на жизнь, ни на что, но зато ты приносишь им, показываешь, и они с тобой идут, и это очень весело. Понимаете? А вот есть ли какая-то история, которую вам было бы интересно рассказать, и нашим слушателям послушать, о том, как вы проявляли лидерские качества? Я даже не знаю. Мне казалось, что... Театр же переживает сложную, вообще современный театр переживает достаточно сложную. Вы понимаете, существует, объясняю, существует какая-то идея. Очень жалко людей, которые живут у нас в стране. Это прежде всего, вот прежде чем не станет жалко, вот вообще жалко, я не могу приступить ни к чему. Вот меня должно защемить сердце, неизвестно от чего, и только после этого я могу за что-то взяться. Лидерское это качество, или это не знаю, но сострадание это лидерское качество точно. И когда я переношу это к актерам и делюсь с ними, как с товарищами, нравится это им или нет, и они тоже говорят, да, а потом я могу, говорю, вот смотрите, вот рассказываю, вот ты пришел в театр, посмотри, вот Черная площадь, тогда еще он... Вот по этой грязи идет человек с билетом, купил на тебя, на последние деньги, тогда 90-е годы, билет в театр, и он идет, неужели тебе его не жалко, неужели ты не хочешь сделать так, чтобы сегодня ты ему сказал, спасибо, что пришли, спасибо, что вы меня выслушали, и дай бог вам счастья. Все, что ты должен сегодня сделать, понимаешь? Если ты говоришь, я художник, наплевать, кто пришел, плевать мне на зрительный зал, то это не так. Вот был такой случай, и когда я об этом рассказала своему актеру, который очень был сокомерен, вы знаете, как вообще, что творил зрительным залом? Это ведь они не знают. Вот такое вот, а рассказать о себе как лидере, я не знаю, я просто жалею людей, и все, вот я и лидер. Понятно. Вот раз уж мы заговорили о личных качествах, вот если без ложной скромности, расскажите, пожалуйста, о том, что вы больше всего цените в себе, как в человеке. Я никогда никого не предавала. А как в руководителе? Может быть, излишнюю требовательность ко всем, но я хочу совершенства, стремление к совершенству. Светлана, вот такая история. Представьте, что в честь вашего столетия для вас в качестве сюрприза организовали вечеринку. Вы тихо входите в дом через заднюю дверь и слышите, как наиболее значимые для вас люди разговаривают о вас. При этом они даже не догадываются, что вы их слышите. Что бы вы хотели услышать от себя, о себе, от своих друзей, родственников, коллег? Я столько наслушалась о себе. Ну, вы наслушались, когда вам в лицо говорят, или в прессе пишут, или там в СМИ. Вы даже посмотрите, какие гадости тут недавно вы выкладывали в интернете. Но это в интернете вы можете читать, а здесь вот что хорошего. Что бы вы хотели услышать. Я бы хотела, чтобы они сказали, что, вы знаете, все-таки мы кое-что поняли в актерском мастерстве. У нас Евгений на сайте задает вопрос, почему вы не остались в Америке, и вы могли бы там такой же, быть такой же успешной? Да. Тогда был 90-й год, во-первых. И со мной была делегация из СССР, и из них было очень много тех, кто нас сопровождал, это понимаете, кто сопровождали, да? Органы всегда сопровождали советскую делегацию, это было нормально. 90-й год. Мне предлагали школу в Америке, у меня был там, я не буду из ложной скромности ничего говорить, если кто-то кому-то интересно, пусть зайдет на сайт. Триумфальный успех. Но тогда был 90-й год, и знаете что, я вам так скажу, я настолько, сейчас не так, а я настолько не понимала, как можно жить не в России, я настолько умирала, когда я приезжала в аэропорт в Москву, и все говорили по-русски, я начинала плакать от счастья, такая идиотка была, понимаете? И так же во Франции. Я думаю, боже мой, наконец все по-русски говорят. Так сказать, когда мы... вот у меня была какая-то страшная любовь к своему театру, сейчас бы, конечно, было бы все по-другому, может быть, я даже бы и осталась. Ну что же, это программа «Ужин для чемпионов» на Финам.ФМ. Спонсор выпуска А.Б. Тренинг. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на Радио Финам.ФМ. Моя гостья, главный режиссер театра «Модерн», народная артистка Российской Федерации Светлана Врагова. Мы говорим об успехе, об успешной женщине. И если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, ну и принять участие в нашем ужине, если вас интересует, как это сделать, или если у вас есть какие-то интересные случаи или истории, я приглашаю вас звонить прямо сейчас. Мы в прямом эфире. Наш эфирный телефон 65 10 99 6, код города 495. Это можно также сделать на сайте по адресу www.finam.fm прямо сейчас. Светлана, Ирина через сайт спрашивает «Расскажите, пожалуйста, о своей семье». Я из семьи военнослужащих. Папа у меня очень крупный военно-начальник. Он занимался внешней разведкой, знал 16 языков, работал Ирак, Иран, Афганистан. То есть сложные такие регионы. Да, специально. И всегда говорил, что это очень важный, так сказать, объект. И папу я своего узнал, только в 6 лет с ней познакомилась, как дети разведчиков. Понимаете? Я никогда не говорила, как моя фамилия. В общем, жили достаточно закрыто. Мама, она филолог. А вся мамина семья музыканты, дирижеры, композиторы, исполнители, скрипачи и певцы. Вся мамина сторона абсолютно музыкальная, что мне передалось. Потому что тоже одно из моих желаний это было петь. Первое желание было петь, второе желание было быть международником, третье врачом и четвертый режиссером. Ну сбылось, что я пою, сбылось, что я все-таки актриса в какой-то степени. Но международница тоже раз в Америке выступала. Да, это мне тоже от природы. В Америке много выступало. И сейчас меня зовут. Но сейчас Америка не та, которая была до 11 сентября, она очень сильно изменилась. И уж после наводнения они стали другие. Это вообще другая Америка. А другие какие? Агрессивные, нервные, недоверчивые. Очень много черных и очень много латинов. В общем, Америка как будто бы перестала быть такой детско-радостной, сверкающей, доверчивой. Когда мы приехали до 88-89-90-х годах, и в 90-х годах были мои гастроли в Америке, двух с половиной месячные, более доверчивых и радостных детских людей я не видела. У нас есть вопрос через сайт. Ксения спрашивает, что вы думаете о современном театре, если бы вас пригласили провести вечер в одном из театров? Куда бы вы пошли? В Ленком. К Марку Захарову. Я его очень люблю. И посмотрела последний раз «Пергюнд». И несмотря на такие страшные потери, которые понес этот театр, он не изменился. он очень интересный. «Пергюнд» поставить это вообще немыслимо. Это первый театр. Мне кажется, есть очень интересный спектакль Олег Павлович Табакова во МХАТе. Вот. Очень... Ну, Фоменко это же даже никаких не дает. Костя Райкин и Женовач, пожалуй, я никого не обидела. Светлана, раз уж мы с вами заговорили о театре, давайте немножко поговорим о современном театре. Какие проблемы вы бы отметили в первую очередь? Очень серьезная проблема сегодня. Кадровая. Дело в том, что действительно мы довели московские театры до того... Я говорила раньше, ведь я пришла в режиссуру по постановлению ЦК о работе с творческой молодежью. Они нас всех сгребли после института и повезли на стажировку. Мы были у Карла Ирда, у Мельтиниса, мы объездили все театры. Это был, так сказать, вот этот выезд режиссуры, так сказать, и пришел сегодня, уже сегодня, это, к сожалению, Сергей Яшин, которого сейчас постигло несчастье и несправедливое, там, может быть, у него были ошибки, так нельзя. Это и Борис Морозов, и Андрюша Андреев, а раньше Левитин и Бородин занимались кадровой политикой и сменой. Потом появилась вот я так же попала. А после меня начался обрыв. То есть времена были страшные, уже не только... Потом схватили театры артисты, которые, так сказать, имели право, наверное, это... А сама режиссура, которой была и Миша Макеев, и Пономарев, и Клим, и Юхананов, вот те 80-е годы, на них плюнули, отодвинули, их не поддержали. А сейчас как бы нет режиссуры. И начинается тогда вытаскивание людей, которые вообще на это... Может, они имеют право на это, а может быть и нет. Самая страшная ещё новая волна, вот эта как бы матерная, которая вышла на первый план, подняла таких же приблизительно режиссёров этого же пояса. Очень многие критики это поддерживают. Среди них есть одарённые люди, никто же не спорит, я не буду называть фамилии, потому что я режиссёр, и режиссёрский цех не люблю ругать никогда, я не критик. Но нельзя, чтобы андеграунд шёл впереди паровоза, понимаете, всё-таки надо выравнивать. И в культуре люди сегодня такие, которые иногда заблуждаются. Надо только обязательно, чтобы культуру возглавлял в Москве или где-нибудь человек, у которого очень хорошие советники. Я не говорю, что он обязательно должен быть, я не знаю, доктором искусствоведения, ещё может быть хуже. Ну почему нет? Ну хорошо бы, у него тоже свои это самое. Понимаете, и всё-таки нужно понять, что русский репертуарный театр, это ноу-хау мирового класса, который уже длится веками. И говорить, что сейчас театры закроются, и будут интенданты, резиденты. Все трупы на улицу, всех режиссёров намыло. И понимаете, и вы видели уже памятник, сейчас голодать будут гоголевские артисты, потому что их никто не спросил. Демократические начала уничтожены, понимаете, в том, что всё-таки какой бы то ни был коллектив слабый, сильный. Но смотрите, я говорила уже на совещании в департаменте, Анатолий Васильев пришёл в театр Снегиславского, убитый, лежащий на боку, и нашёл там Гребенщикова, Философа, Балу Балтер, Виторган. Они не были крупными артистами тогда, Савченко была способной, но он нашёл, он сделал из них звёзд. Точно так же пришёл Товстаногов, кого-то отодвинул в сторону, но нельзя даже в суд трупа, наверняка в этой трупе Марк Анатольевич пришёл в Ленком, когда она вся была разфигачена, эту трупу, после выброса Эфроса, да? Посмотрите, нашёл Коля Карачин в каком-то углу, который вообще был такой интересный, зубатенький, такой весёленький, и дальше по одному Збруева, который остался от Эфроса, не ушёл за ним, потом и создал великолепную труппу, а ту не тронул, понимаете? Она сама, кто-то рассолил, а там и чёрный хлеб театр существовал, и белый хлеб театра, и первый ряд, и второй, и третий, в театре не может быть только первый ряд, первый, второй, третий, четвёртый, кушать подано, тэн-тэ-тэ-тэ, второй ряд, и первые звёзды, массовка, там какая-то хор, и крупный. И вот сегодня очень нехорошо, не знаю, как отнёсётся к этому Владимиру Владимировичу Путину, если он когда-нибудь слышит, но надо защитить русский репертуарный театр, который, конечно, должен тоже видоизмениться. Может быть, он будет впускать себе какие-то проекты, понимаете, и только закрываться внутри себя. Боль моя, нельзя ничего рушить сегодня в нашей стране, разрушено уже многое, надо созидать. Мой следующий вопрос вытекает из предыдущего. Вот давайте представим, что вы стали волшебницей, и можете менять всё так, чтобы это вам подходило. Что бы вы начали тогда менять в первую очередь? Театр, я имею в виду. Я бы по щучьему велению, по моему хотению, собрала бы самых талантливых 15 режиссёров. Их 20. И вдруг они появились. И я бы сказала бы, давайте пройдём с вами мастер-класс, как надо руководить людьми. Что такое лидерство, как управлять театром. То есть тренинг всё-таки. Я бы объяснила, ребят, вот это не... А дальше уже вы развиваетесь, как вам хочется, но это такая классическая дорога. И тогда все бы пришли в хорошие вот наши театры, в которых нету режиссёров, и разобрались бы, и многое бы хорошего сделали. То есть всё-таки режиссёры? Да. А почему именно режиссёры? Почему это важно? Ну, потому что всегда формировали... Понимаете, режиссура — это новая профессия. Она возникла, как и физика, в 20 веке. И этим занимались и наши, Станиславский, Неврович, Данченко. Создали огромную, да, создали какую-то интересную свою систему. Она может быть такая, она может быть другая. И на Западе, Менингейтс, и Арто, и там огромное количество людей, да, режиссёров. На Западе там, сейчас не буду, не вспоминаю, сразу в голову не приходят у меня какие-то другие картинки. Антуан, так сказать, и так далее. И она возникла, как физика ядерная, понимаете, так и режиссура. Ну, я уж не говорю, Презенштейна, Мерхольда, Таирова, это начало 20-го великий. А потом, после развала Советского Союза, кончилась школа выпуска режиссуры. Перестали заниматься этим. Этим занимались, как кадрами, понимаете? Потому что здания должны иметь, что такое театр в России? Это те пояса меридианы, которые соединяют российское государство. Язык. То есть миссия такая. Язык, да, чтобы оно не развалилось. Гастроли, чтобы не развалилось государство. Миссия не будет театров. Это будет один из, гвоздей в развал, вбитый российской государственности. И тот, кто это сейчас говорит, не надо, хочет развала российского государства. Но это надо совершенствовать. И этому надо, вот я готова взять сегодня на себя, если государство поручило, институт повышения квалификации и отбора молодой режиссуры в институтах. По всей России. с тем, чтобы, отвлекаясь от своего прямого занятия, дать России хорошую режиссуру. Светлана, я предлагаю вам сыграть такую короткую интеллектуальную игру. Давайте представим ситуацию. Вы оказались на необитаемом острове, только вы, океан, природа, ну и неопределенное будущее. Можете себе так это представить, визуализировать? Во сне, да. Страшно. Что бы вы сделали и что бы вы взяли с собой? Я сейчас задам вам пять вопросов, на которые вам надо будет ответить и обосновать свои ответы. И это, в общем, игра, конечно, но это только отчасти игра. На самом деле, то, какие вещи вы захотите с собой взять на необитаемый остров, и то, что вы будете делать, очень много скажет о том, что вы за человек, и как вы воспринимаете действительность, и какая деятельность жизни для вас считается успешной. Итак, пять вопросов и ваши обоснованные ответы. Вы готовы? Да, конечно. Вопрос номер один. Какие пять книг вы бы взяли с собой? Библию, Анну Каренину, Достоевского Бесы, Чехова, что-то конкретное или собрание сочинений? Ну, собрание сочинений, да, ну, избранное. 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 И Толстого. И Толстого его, не только романы, потому что я их знаю, Исповедь Толстого. Обоснуйте, пожалуйста. Библия, Достоевский, Исповедь Толстого, Чехов, и что я еще сказала, четыре? Анну Каренину. Анну Каренину, ну, тоже, да. Это одно и то же все. Почему? В Ане Карень, не от пщения, а с воздам. Все вышло, и Чехов так же точно. Только Чехов говорил о человеке, оставленном Богом. А Достоевский говорил, это когда человек оставил Бога, бесов. И так, оставленный Богом, и как Бог оставил. И вот я бы тогда старалась на этом необитаемом острове сделать так, чтобы смысл моего существования на этом острове был бы, никто бы меня не отвлекал, Библия, самое главное, чтобы не случилось последнего откровения от Иоанна, отодвинуть как можно дальше. То есть апокалипсис? Апокалипсис. Хорошо. Второй вопрос. А какие бы это были пять музыкальных произведений? Бах. Страсти по Матфею. Бетховен. Девятая симфония. Ода к радости. Чайковский. Чайковский. Вот тут я хотела бы все сразу, потому что я его люблю всего... Ну, первый концерт известный для фортепьяно с оркестром. Скрябина и Шопена. А какие пять предметов вы бы взяли с собой? Кастрюльку. Ложечку. Ну, я не умею выпиливать ложки. Ну, допустим, что на шлюпке, которая вас привезла на остров, там она была. Кастрюлька и ложечка, допустим. Вот. Кастрюлька, ложечка. Ножек. Третий, да? Ну, так, чтобы... То есть такие бытовые предметы. Да. Ну, а как? Чего ж, если на неподобедном острове... Если у меня уже духовное есть, тут надо о хлебе насущном подумать. Да, резонно. Вот. Наверное, из других... Зеркальце. Обязательно. Ну, если возможно, Зеркальце. Обязательно. И... Что же еще пятый это мне нужно на необитаемом острове? А я думаю, что Бусы красивые. Это очень по-женски. Светлана, а какие пять фильмов вы бы с удовольствием пересмотрели на необитаемом острове? И почему? Амаркорд, Феллини, Зеркало Тарковского, Никита Михалкова, Раба любви. То есть классика в основном. Ну, я не знаю, классика это или нет. Это советская. Кроме Амаркорда, да? Амаркорд, да. Амаркорд... Это тоже классика, только итальянская. Да. Из современных фильмов, пожалуй, бы ничего. Ну, и еще два. И еще два, наверное, какую-нибудь картину с Анной Маньяни. Какую-нибудь картину. И какую-нибудь картину с Бет Дэвис. Ну, все о Еве, скажем, с Бет Дэвис. И с Анной Маньяни вчера, сегодня, завтра, кажется, называлась картиной. Я не очень хорошо помню. Не знаете. Ну, еще я очень... И, конечно, бы Леопард Бертолуччи. То есть, это скорее российский и итальянский кинематограф. Да. Ну, там и... Да, да. Вот этот кинематограф. Потому что, я думаю, что именно российский и итальянский кинематограф в свое время создал такое кино аристократов. Особенно Висконтия, Бертолуччи и так далее. Это вообще... Висконтия, это вообще мой бог. А без кого вам было бы трудно на острове? Выбирайте пять друзей и расскажите, почему вы выбрали именно этих людей? Трудно было без моего мужа Олега Царева. Без моего племянника Женечки. Которого я обожаю. Без моей племянницы Ангелины. Без брата моего. И без, может быть... Можно, которые уже не живут. Ну, конечно. Без моей подруги, покойной Алены, которую я помню. И без Валентины Враговой, моего бывшего мужа. Спасибо большое. Светлана, Лао Цзи сказал, что движение без цели это движение в никуда. Да. А что вы, Светлана Врагова, хотите от жизни? Какая цель у вас жизни? Вы знаете, цели в жизни очень меняются. Ну, вот прямо сейчас. На каждом этапе, да. Сегодня у меня одна цель. Я скажу банальную вещь, и, может быть, мне скажут, какая дура. Была бы страна родная, и нету других забот. Вот это. Понимаете? Очень хочется, чтобы я жила в стране, и с которой не хотелось бы уехать мне. И как бы продолжение этого вопроса. А какие ценности должны безоговорочно присутствовать в вашей жизни, без которых вы лишились бы части себя? честность. Это я говорю точно. Отсутствие страха и лакейства. Трусости. Я сейчас вижу своих коллег очень много таких трусливых и лакействующих, что мне даже не хочется говорить о том, что я интеллигент. Они подбегают к людям, я говорю, служащие, которые выше, и сразу просят себе чего-нибудь лично. Мы никогда этого не делали. Это очень противно. И хотелось бы, чтобы у всех моих товарищей было больше чувства собственного достоинства. Светлана, у нас осталось чуть больше минуты, и у вас есть возможность пригласить слушателей в ваш театр. Чем вы нас порадуете в ближайшее время? Ну, во-первых, начнем с того, что если мои слушатели не видели спектакль очень давно идущий в нашем театре Катерины Ивановны «Счастливые события» и «Петля» это мои спектакли, то милости просим на эти спектакли. Это мои спектакли. Кроме моих спектаклей, я приглашаю еще их очень хорошую режиссуру. И вот сейчас, буквально вчера, прошла премьерная спектакль «Пляски» по Стринбергу, где играет Ирина Гринева. Вы знаете, замечательная актриса, я ее обожаю. Миша Гадасаров, Иусов. Это по Стринбергу «Пляски смерти». Получился замечательный спектакль. А сегодня, когда мы с вами сидим, вот уже закончился спектакль «Дядюшкин сон», где главную роль играет 97-летний Владимир Зельдин. И это немыслимо. Я сегодня стояла с ним на сцене, он меня так чехвостил, что я была счастлива. Чехвостил, он считает, что должна поставить немедленно веселую комедию. Ему так хочется. И, конечно, хочу пригласить вас на замечательный спектакль с главной героиней Верой Кузьмичной Васильевой, которая у нас после долгих лет, когда она не играла главную роль, а сейчас она после этого сразу стала играть, однажды в Париже. Я думаю, что все эти спектакли, помимо других, когда вы посмотрите на репертуарную таблицу, есть и «Соломей», и масса других спектаклей, есть «Любовь в двух действиях», где играет Любовь Толкалина и Юрий Беляев. Все звезды. А там в «Дядюшкин с ней» играет еще Наталья Тинякова, замечательная актриса. Я боюсь кого-то не назвать, потому что очень много звезд играет в театре. Великолепный артист Олег Царев, великолепный артист Сергей Пенегин, это мои ученики. И сейчас вы увидите вот «Петлю». Это спектакль, который пересмотрели все, и летчики-космонавты у нас бывают, и вам это все понравится. Приходите. Спасибо большое за приглашение. Наша программа подходит к концу, и мне остается только поблагодарить Светлану за то, что она поделилась своими мыслями, своим жизненным опытом и профессиональным опытом. Спасибо большое, Светлана. Спасибо вам за то, что пригласили. Это была программа «Ужин для чемпионов» на радио «Финам-ФМ», и я ее ведущий Андрей Бубукин. Следите за анонсами нашей программы на сайте www.finam.fm До свидания, до встречи в следующий четверг в 21.00 на частоте 99,6 FM.